Всем привет, друзья! 18 августа. Канал «Будень тракториста». Время 9 часов утра. Занимаемся техническими вопросами, подготовкой техники к выполнению различных операций. Дядя Федя заправляет бензовоз вместе со старшим дядей Женей. Так, ребята, сегодня едут опять дисковать, так как там день культивировали, влил дождик. Сейчас там дособирают Леонидович в трактор. Кто вчерашний вид смотрел, тот видел, что они ремонтировали привод. Привод топливонасоса. Все, пойдем посмотрим, что у них там получилось. А сам я собирался завести маз, продуть фильтр. Сегодня должен прийти автомобиль на отгрузку ячменя. У нас мазы полные стоят, потому что последние и влажность в них может быть не совсем та, которая нужна для хранения. Поэтому сейчас мы только как придет автомобиль, выгоним их и свалим их. Содержимое погрузит на продажу. В общем, вот такая ситуация. Ну, пойдемте, поглядим. Что со 150-м? Он без воздуха, но что работает, блядь? Да, возьмем эту растопь. Примон возьмем, украляй. Ух, блядь, какой колотун, ёбро, урод! Что колотун? Давай пробуй. Замерзся? Ух! Ох... Yes! A... But what- Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 да на спину сдул спину не будь вниз на по коленкам нет подсолнку ебанул николай ванч на ровке понял да слышь стоит камеру так продул бля вкуснее пыльный сука бля была насколько интересно молотить начнут а мы не привозил он не хватил он два привез короче мы с кости поставили а я к федька так и ходил сопли жевал напоминает одессе ты думаешь чего теперь у сам вспомнил играть один ты ремонтируешь опять в кабине и аккумуляторы не станет вышибаешься выкипать семечки на щелку ясненько буду туит хорошо где ушел хорошо рискует и где до 12 и засадил поэтому он 5 диски шипастых легкие разреза херен и ты то есть собирал тоже с крыльев до очистки не ебут мозга не ломает сидит учить киот ловчей здесь вообще сделан чистки чем на наш бдт как лопатками просто сделаны а там чистки есть согнулся он может даже это он втулку блюд ну да а у вас в вал круглый что ли вал круглый круглый даже у нас квадрат квадратный вал отличается было с крыльями стало без крыльев так приехал местный коммерсант юрка на мане его принципе ждали влажный у нас 15 половин процентов ячмень последний вечерний на вот свалить чтобы он его забрал там смешает сфигается то есть с бахрить может быть заправить то есть вот сейчас ему надо будет в последний ворот заехать и отгрузить даже неудобно с угла прицеп шли камазовский не пойму прям похож может и 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 Ну хок, 25 тонн наверно вылазит в этот рецепт, я не помню, говорил, надо яфить спросить. Так, ман наполовину загрузили, сейчас Костян там сваливается, следом свалю я и может быть заправиться и ехать в Боржинеевку. Не думаю, что сейчас в комбайн выехали, думаю, еще влажновато. Посмотрим сейчас, как скажут. Подождем. Итак, в поле приехал, Леонид еще раз прет на Полесье. Ребята сделали пробный прокос. Вон Петрович с Нивой. Изил ушел, скажут, верди по влажности, тогда уже начнем. Спросил я, сколько влазит тонн в прицеп на Мане. Ну, сказали, 28 тонн пшеницы, короче, возили. Сверху, то есть, ну и ячменю где-то 25 когда, 27 тонн. То есть, вот этих пределов. Переехали на поле, ну, в принципе, одно и то же поле, где ходит Нива с Доном. Только ее часть, 60 гектаров, разделенной лощиной. И плюс еще 10 гектар клочок сбоку. Такой, попочек. Попочек маленький, то есть, там аж. Ну, где сейчас акрас, два акраса стоят. Едем туда. Думаешь, 18 с половиной будет? У кого? У дяди Вити? Короче, что, будем ждать, да? С обеда? Надо было на обед мне съесть. Может, мне на обед уехать, нахуй? А то у меня кроме чая нет, с тобой ничего. А? Закрылся, блядь. Чего? 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 Чего тебе тут интересно, рассказывай? Шутки нету под рукой? Только под ногами, вон, весь ноу-хау. Какой? Это чудакой есть. Пол уже проваливается. Когда молнии въебет, чтоб подошли не сгорели. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, что затекаюсь? Ха-ха. Сидень поднял повыше, а так хуже он как-то. Не имел запор. Ну, чего тебе тут интересно, рассказывай? Бункер. Чего тут интересно? Ха-ха. 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 Взгонял на обед. Компании только-только пошли. Только вот запылили. Ну, Зил приехал, вон, с отрицатой. Везде сидел по полей, если стоит. Больше никого не вижу. Сейчас подъедем, пообщаемся. В стране. Алена Грая. В наис Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 вот что в строчках находится вот такие вот зерна наподобие маковых вообще не знаю на российском рынке он востребован рапс что рапсу что репка его приучили выращивать нас опять-таки европа и заграничные страны которые используют рапс как биотопливо из него выжимают масло использовав биотопливо для дизельных двигателей есть не ошибаюсь в россии как он применяется и куда нить идет информация ситуация с отказом капитана сижу в общем трапезничаю вот ем сгущенку методистов пакетик джонг в мягкую паковку просят сказать пью чай закусываю белым хлебушком надеюсь с урожая 2014 года с наших полей ну конечно вряд ли слушаю радио маяк и ем белорусскую сгущенку оао рогачевский молочный комбинат видите я делаю рекламу и делаю рекламу организации комбинату другой страны ну так как осуждайте но совершенно классно сейчас дом наберет надо ехать вкусота вот такие дела ладно оставим еще на потом день длинный вдруг я еще проголодаюсь у меня здесь печенье в клеточку ну кто не знает печенье в клеточку это просто нельзя называть такие вещи такими именами вот потом на тут печенье в клеточку вот как вы их вот называете это вот неправильно потому что слова как которыми они называются это можно обозвать кое-что другое поэтому для всех понятно что это печенье в клеточку все дом замигал при поддержке радиостанции все убираем поехали сегодня опять набрал ну наверное с десяток кирпичей просто ну не отходя от машины ну где-то метров 20 поля засореные капитально конечно камнями кирпичами кирпичи вот дайте ох не упорно есть такие кирпичи своеобразные в общем такие вот валяются кирпичи в большинстве почему-то колхозные поля смоленские были раньше поэтому черт его знает что было и делали и и Ладно, отмечаем вторую машину На сегодня Блядь, время 5 часов, почти что вечер А я только вторую машину везти собираюсь Вот и пожалуйста Не было дождя вчера Так, туман, который вечером наплыл Плюс влажа, содержащая в воздухе Краса, все Обломали уборку Ну, вплоть до вечера Ужасно, ужасно, друзья Ну, вот потихоньку выезжаю С грунтовой дороги Конечно, еще ехать и ехать Наверное, еще с километр ползти Мне по грунтовке Блин, ну вот поле, я скажу Где я вам показываю, конечно Там бурен один Здесь поле приличное И более чистые То есть вообще Ну не более, а вообще чистые достаточно Ну и кстати, подходит потихоньку Рапс подходит То есть скоро и рапс Я думаю, неделю может И уже можно будет рапс молотить А через неделю уже сентябрь скоро, блядь Мух Ну вот можно ехать прямо А можно ехать Сюда налево Поедем прямо Сразу через Смолеевку Хотя и там через Смолеевку Но здесь Как-то побыстрее на асфальт Выезжать, мне кажется Это другое поле С рапсом началось Здесь тур вообще рапс почти сухой Здесь если погода постоит То тут еще быстрее он подойдет Может дня 3-4 Ну отвез вот с этого поля Первую машину И в принципе вот Нету времени перекуривать Так как она реально Самая дальняя получается и всех И заехав в поле Я прям на минуту заглушил машину И тут же Олег Леонидович А вот теперь и Сан Саныч Плохо, да? Да Сан Саныч Маш плохо подъехал Ну просто Хорошо подъезжать Когда Лицом комбайна Ничего Сейчас он чуть взад Вперед В принципе Комбайн вещь маневренная Думаю справиться Кстати вот Уже акрос полный У него уже Появляется бугорок В бункере Кстати у Дона сейчас Наверное тоже появится Так что А ребята уехали Наверное я думаю Почти что вместе Что здесь Дядь Фич Что и Константин Благо поле Небольшое Всего 60 гектар Ну и благо То что нас много Все таки Все таки Не как раньше Там Три комбайна Два маза То есть И уже как-то Проблематичнее было Сейчас Ворога нас побольше Тут 4 комбайна Три маза Сейчас быстренько Это выберем И Спокойной душой Поедем До Малач поля Где мы уже Несколько раз Пробовали Ну самое большое поле 300 гектар Которое Одно и то же поле Где была Пшеница 250 гектар То есть Одно поле 550 гектаров Было Так что Как-то Вот Так Ну сейчас Мчусь По полю 5 рейсов Уже сегодня Сделано Время Половина Восьмого Мчусь Как могу В принципе По полю На третий На четвертый Я Придущаться Не хочу Так Еду По диагонали Более треск Будет Не успеваем Возить Нет Я еще Толк Спустил С асфальта И Замигали Акры Сополесь Говорю Поле Самое далекое Самое Проблематичное Нет Воперек Воперек Поле Едом Трррр Присун Начался Третье. Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что следующее... Мне в кузов лазит... Порядка 10 тонн пшеницы там... Ну и порядка там от 8 до 9 тонн ячменю... Будем считать по пшенице... Бункер комбайна Полесья... Чуть больше 5 тонн... В принципе схож с Доновским... Может быть чуть побольше... Ну не может побольше он... Бункер комбайна Акрос... Где-то 7 тонн пшеницы... Ну и Дона 5 тонн... У меня в кузове 10 тонн пшеницы... Проблема в том, что... Если Акрос сыпет полный бункер в 7 тонн... То у меня останется догрузиться 3 тонны... Но у комбайна Полесья и Дона... Нет системы, позволяющей отключить... Отдельно шнек... И не производить... Сыпку зерна... А у комбайна Акрос есть такая возможность... То есть он может... Отдельно отключить шнек... Находясь в бункере... И отдельно отключить... Сам... В грузную шнек... Почему это так столь важно? Проблематично будет... Комбайну Дон или Полесья... Отключив... Выгруз... Сложить после шнек... С полной массой зерна... Здесь чревато... Ну... У Полесья... Это вряд ли... А вот у Дона... Возможен чреват... Ну... Деформация шнека... Может обломиться шнека вообще... Конечно... Многие скажут... Херняет все... Все так делают... И все сваливают... И наши... Ребят... Порой приходится складывать полным... Шнек... Но с его порядком потом... Килограмм так... Двадцать тридцать... Зерно высыпается... То есть... Опять таки... Поэтому лучше загрузить сразу... У Полесья... Либо у Дона... А потом ехать досыпаться... У Акарса... Который может тебе позволить... Небольшими партиями... Сгрузить тебя... Зерно... Саня щедро нахерачил... Гляньте... Аж через край... Сейчас зернышко будет уходить потихоньку... Обычно он так не старается нагружать... Он обычно любит не добирать... У Акарса... У Акарса... У Акарса... У Акарса... У Акарса... Итак, друзья... На сегодня все... Ну, по-моему, почти 6 рейсов получилось... Не... 7... 7 рейсов... В принципе, неплохо... Для такого короткого дня... Ладно... Будем собирать вещи... Можешь поедут съесть за ребятами... С комбайнерами... Идут по улице... Мама с ребенком... Сыну так лет 5-6... Навстречу идет знакомый мужчина... Как отца, так и матери... Ну, мама здоровается с мужчиной... А мальчик стесняется... Но она ему говорит сынку... Сынок... Поздоровайся с дядей... Как папа здороваться со своими... Друзьями... Мальчик берет такой... Шапку скидывает... Ебать мой лысый череп! Какие люди! Слышите с дядей... Махахаха... Махахах Махахах Махахахах Продолжение следует...